Добрый вечер, с вами город финансы. Правительство предложило упростить отказ от общения с коллекторами. А ИЖК создает фонд для поддержки спроса на ипотеку. Рубль растет к основным валютам, отыгрывая повышение мировых цен нефти. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики финансовая группа Сберегательный Союз. Правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о коллекторах, упрощающие отказ от общения с кредиторами. Об этом пишет РБК. Согласно тексту поправок, заемщик может направить заявление об отказе от общения с кредитором через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем вручения заявления под расписку. Кредитором может быть как банк, так и коллектор, которому банк продал долг. Нынешняя версия законопроекта разрешает должнику отказываться от общения с кредитором только через обращение к нотариусу. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию совместно с Минстроем намерено создать фонд, за счет которого будут финансироваться социальные проекты, связанные с ипотекой. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Средства фонда, в частности, будут направлены на поддержку многодетных семей по выплате ипотеки, заявил глава агентства Александр Плутник. Фонд будет формироваться из части прибыли АИЖК после выплаты дивидендов. Необходимость поддержания спроса на ипотечные кредиты продиктована серьезным падением рынка в 2015 году. По данным Думского комитета по жилищной политике и ЖКХ, объем выданных ипотечных кредитов снизился на 35% относительно уровня 2014 года. Рубль растет к основным валютам, отыгрывая повышение мировых цен нефти. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 13 мая, составляет 64,96 рубля. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 1,28 рубля. Стоимость европейской валюты также снизилась на 1,34 рубля по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 74,11 рубля. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает комплексные программы финансовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Финансовая группа «Сберегательный союз». Построим будущее вместе. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь.